Всем привет, друзья! Ставка 50 тысяч рублей на матче в субботу. Это первый из двух видео. Обязательно смотрите оба. Для этого подпишитесь на канал, поставьте лайк здесь и на колокольчик нажмите, чтобы не пропускать моих следующих видосов. В телекрайоне будет дополнительный бесплатный прогноз. Здесь только часть ставок. Также у нас есть там чат, где более тысячи участников. Вы там можете обмениться своими мыслями. Начинаем с матч чемпионата Франции. Монако играет против Анже. Но этот Монако неисправим. Они пропускают почти каждый матч. 5-2 обыграли Лориан. При этом там играли в большинстве. В большинстве пропустили. Головин вышел сразу же, забил. В общем, Монако очень результативен. Ранее 2-2 сыграли с Сент-Этьеном. 0-1 на выезде обыграли Дижон. 0-3 дома уступили Лансу. 2-1 проиграли Марселю и Лилю. Три поражения в шести матчах у Монако. В пяти и шести матчах они пропускают два и более голов. Анже очень интересная команда. Очень результативная. Атакующая. Много они забивают. 1-2 обыграли на выезде одного из лидеров Лиль в прошлом туре. 2-1 обыграли дома Марсель. До этого две победы подряд у них. 1-1 сыграли с Нантом. Также в трех матчах подряд у Анже обе забьют залетать. Я думаю, что здесь будут голы. Мне кажется, Анже недооценит букмекеры в этом поединке. Поэтому 3,5 тысячи рублей разделил на две ставки. Первый. Не дуально тут у Анже больше одного. Коэффициент 2-22. 1800 рублей поставил. И 1700 рублей ставлю на обе забьют за коэффициент 1-73. Унион Берлин играет против Вольсбурга. Интереснейший поединок в Бундеслиге. Унион обыграл на выезде Вердер 0-2 в прошлом туре. 2-1 обыграл дома Дорумскую Боруссию. 2-2 сыграл со Штудгартом. 1-1 за Баварией. Забивает. Унион в каждом матче этого сезона. Семь из восьми игр у них хобби зают проходит. Унион тоже очень хорошо смотрится в этом сезоне. Вообще команды идут на пятом и шестом месте. У них одинаковое количество очков. Так что матч будет, я думаю, интересный, упорный. И в этом поединке должны быть голы. В прошлом туре Вольсбург не забил в Дортмунде. 2-0 они Боруссию уступили. Хотя имели немало моментов. Не меньше, чем Боруссию. Больше даже проводили атак. Немножко им не повезло с реализацией. Ранее 1-0 выиграли Штудгарта. 2-1 уступили Баварией. 2-1 выиграли Айнтерг Думанда. 2-1 сыграли Скиольным. 5-3 переиграли Вердера. В 4-6 матчах у Вольсбурга обе забьют проходят в Бундеслиге. И в личной встрече в последний раз сыграли 2-2. Поэтому я беру обе забьют. Квицин они не 7-6. 3,5 тысячи рублей я ставлю. Уверен в этой ставке. Байер играет против Вердера. Я считаю, что Байер здесь очевидный фаворит. Даже несмотря на то, что у них немало травмированных футболистов. И даже несмотря на два поражения в последних матчах. 2-1 они уступили Айнтергту. И 1-2 Баварии. Матч с Баварией не повезло. Играли абсолютно не хуже. В концовке гол пропустили. Ну и Сайнтергт и Виллеи, на мой взгляд, должны были как минимум не проигрывать. Но в итоге проиграли. Однако до этого у Байера было 10 побед в 11 играх. 0-4 выиграли Кельн. 4-1 Хофенхай. Много разгромных побед. У Вердера же не лучшая ситуация. Опять поражение в 6 матчах в Бундеслиге. 0-2 уступили у него на прошлом туре. 0-1 выиграли Майнс. То есть это их единственная победа была. Но Майнс тоже сейчас кризисно и плохо уступает. 1-2 уступили Баруси. 2-0 Лейпциг. 1-2 Штутгурту. И последняя личная встреча. Байер даже на выезде выиграл. Вердер 1-4. Так что я беру форму минус 1 на Байер. Коэффициент 1-7-7. 2900 рублей оставлю. Шальки играют против Хофенхайма. У Шальки ни одной победы в Бундеслиге в этом сезоне. В прошлом туре 3-0. Они уступили Герте на выезде. Ранее 0-1 уступили Армении. 0-2 Фрайбургу. Два сыграли Саугс в другом 4-1. Уступили Гладской Баруси. У Хофенхайма тоже 3 поражения в 4 матчах. 1-3 в прошлом туре Фрайбургу уступили. Но вообще Хофенхайм та команда, которую пропускает почти в каждом матче. Нелепые ошибки в обороне. Глупые голы от Фрайбурга они пропускали. Однако до этого 1-2 на выезде Гладскую Баруси обыграли. Тем не менее 0-1 уступили Лейпциг. И 4-1 Байеру. Но надо признать, что играть в игры по все время Хофенхайм был довольно-таки сложным. В предыдущих 3-6-7 игр Хофенхайм обе забьют проходят. И в личных встречах в 4-5 игр обе забьют залетают. В 4 матчах подряд между собой Хофенхайм не проиграет. Я думаю, что такому Шальке Хофенхайм не проиграет, но пропустите. 2х плюс обе забьют. Мой прогноз. Коэффициент 1.99. 2.700 рублей я ставлю. Лейпциг играет против Баруси. Главный матч Тура. Я считаю, что в этом поединке фаворитом является Лейпциг. Лейпциг в 9 матчах не проигрывает. 7 побед, 2 ничи, 1 поражение. Уступает более стабильно. Они 0-1 обыграли на выезде Штугарт и Хофенхайм. Но особенно, конечно, сильны дома. В последние 10 играх 9 побед и 1 ничья, 1 поражение. Сыграли ничью только с Баварией. 3-3. 2-0 обыграли Вердер. Что касается Баруси, то у них выздоровел Холланд. Это большой плюс. Так что я могу надеяться на то, что гости смогут забить. Но лучше, что Баруси в каждом матче забивает последним. Но лишь 4 победы в 9 матчах. Смена тренера. И тоже это говорит о том, что что-то надломилось в игре команды. 2-0 обыграли Вольсбург. Хотя, повторюсь, я не считаю, что Баруси выглядела лучше в том поединке. 2-1 проиграли у него на Берлину на выезде. 1-5 уступили дома Штутгарту. 79 игр у Баруси обе забьют проходят. 4-6 игр тоже обе забьют. Залетает между собой в личных встречах. 3 победы Баруси в последнее время одержит от Лейпцика. Но сейчас я в это мало верю. Так что две ставки у меня. Первая. Фура 1-0 на Лейпциг. Коэффициент 1,75. 3 тысячи рублей я ставлю. Вторая. Обе забьют плюс Тотл. Менеж 5,5. Коэффициент 1,78. 2 тысячи 800 рублей я ставлю. Я думаю, что обменяются голами. Но слишком много голов не будет. Матч будет очень упорным. И последний матч. Кубок Англии. Арсенал играет против Ньюкасла. Арсенал набирает неплохую форму. 3 победы подряд одержит. 0-4 поиграли на выезде Весбрович. 0-1 Брайден. Дома 3-1 разобрались с Челоси. У Ньюкасла наоборот. В 5 матчах ни одной победы. 2-4 поражения. 1-2 уступили Лестеру. 0-0 сыграли Слиерпуль. 2-0 уступили Манчестер-Сити. 5-2 проиграли Лидсу. Ну и здесь самое главное. Нужно сказать, что Кубок Англии. Турнир, который нужен не всем. Я думаю, что Арсеналу он нужен. Потому что Арсеналу в прошлом фестивале этот турнир выиграл. Ну и какой-то трофей нужно выиграть Арсеналу. С учетом неудачного выступления в чемпионате. На текущем этапе. Что касается Ньюкасла. То им важнее, конечно, чемпионат. Остаться в Премьер-лиге. И впереди через несколько дней. У них важнейший пыдинг Шеффилд-Юнайт. А вот у Ньюкасла какая-то ротация должна быть, на мой взгляд. Да и вообще, в личных встречах все равно. Арсенал 4 победы подряд одержит. Последний раз на Эмерице они и Ньюкасла обыграли 4-0. Так что здесь у меня две ставки. Первая форум минус 1 на Арсенал. Коэффициент 1.82. 2 800 рублей я ставлю. И столько же ставлю на второй тайм. Университутал Арсенала больше одного за коэффициент 1.75. По своему времени Арсенал очень много голов. Именно на втором тайме забивает. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки и переходите в Телеграм. Успехов вам. Увидимся в следующих видео.